Здравствуйте, дорогие ребята! Сколько раз за день вы слышите или говорите данное приветствие? Здравствуйте! Это не только самое традиционное приветствие, это самое простое пожелание здоровья любому человеку. Именно о здоровье нам и предстоит сегодня поговорить, рассмотрев тему «Наследственные болезни человека». Постараемся ответить на следующий вопрос. С чем связано возникновение наследственных заболеваний человека? Какие группы наследственных заболеваний человека выделяют? Какие факторы могут способствовать развитию наследственных заболеваний у человека? В чем заключается основная цель медико-генетического консультирования? Проблемы здоровья человека и генетика тесно взаимосвязаны. В настоящее время известно более 5,5 тысяч наследственных заболеваний человека. Их выявлением, изучением, разработкой методов профилактики и лечения занимается медицинская генетика. В нашей республике на 100 детей рождается 5-6 малышей с каким-либо генетическими заболеваниями. Как унаследованными от родителей, так и возникшими впервые. Чем все это обусловлено? В чем причина? Речь идет о мутациях. Вспомним, что мутации – это наследуемые изменения генетического материала организмов, структуры отдельных генов, строения или количества хромосом. По уровню изменений генетического материала мутации бывают генными, хромосомными и геномными. Сейчас мы с вами попытаемся разобраться, как проявляются эти мутации в генотипе человека. Среди наследственных болезней, развивающиеся в результате мутаций, выделяют генные, хромосомные и заболевания с наследственной предрасположенностью. Первая группа заболеваний, о которых мы поговорим, это генные. Генные болезни обусловлены генными мутациями, то есть повреждением ДНК на уровне отдельных генов. В большинстве случаев контролируется одной парой аллельных генов. Частота встречаемости этих заболеваний составляет от 2 до 4%. Они наследуются согласно законам Ментеля. Такие мутации приводят к изменению структуры и функций соответствующих белков, что является основой фенотипического проявления генных болезней. Генные болезни приводят к нарушению обмена определенных веществ – аминокислот, углеводов, липидов – могут быть причиной неправильного развития и функционирования тканей и органов. К генным заболеваниям относятся наследственная глухота, атрофия зрительного нерва, шестипалость, короткопалость и многие другие патологические признаки. Рассмотрим некоторые из них. Фенилпитонурия. Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Частота встречаемости 1 случай на 8000 новорожденных. Возникает при мутации гена, который кодирует фермент, необходимый для получения аминокислоты тирозина. Из аминокислоты фенилаланина. При дефекте этого фермента фенилаланин не превращается в тирозин и накапливается в крови больных в больших концентрациях. Это приводит к частичному превращению фенилаланина в фенилуксусную или фенилмолочную кислоты, накопление которых наряду с повышенной концентрацией самого фенилаланина оказывает токсическое действие на мозг ребенка. В результате этого развиваются нарушения мышечного тонуса и рефлексов. Тудороги позже присоединяются отставания в умственном развитии. Лечение больных фенилкетанурией основано на переводе ребенка на специальную диету с низким содержанием фенилаланина. Гемофилия. Болезнь наследуется как рецессивный сцепленность х-хромосомы признак. Связано со снижением или нарушением синтеза определенного фактора свертывания крови. При этом заболевании возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные, так и в результате травмы или хирургического вмешательства. Лечение больных гемофилией основано на введении недостающего фактора свертывания. Вторая группа заболеваний – это хромосомы. Они вызваны хромосомными или геномными мутациями, то есть связаны с изменением структуры или количества хромосом. Среди них можно выделить структурные нарушения хромосом, трисомии по аутосомам и численные аномалии половых хромосом. Рассмотрим некоторые заболевания. Синдром кошачьего крика возникает при нарушении структуры хромосомы человека в делеции фрагмента пятой хромосомы. Частота встречаемости – один случай на 45 тысяч новорожденных. При данном заболевании нарушено строение гортани и голос имеет особый тембр, напоминающий неауканье кошки. Кроме того, наблюдается общее отставание в развитии, низкая масса тела у новорожденных. Лечение симптоматическое. Синдром Дауна. Обусловлен присутствием в клетках человека двух 21-х хромосом, трисомия по 21-й хромосоме. Скариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46. Частота встречаемости – один случай на 700 новорожденных. Для людей с синдромом Дауна – характерный умственная отсталость, низкий рост, уплощенное лицо, манголоидный разрез глаз, деформированные ушные раковины, пониженная устойчивость к инфекционным заболеваниям. Синдром Шерешевского-Тернера. Отсутствие в хромосомном наборе женщины – 1 х хромосомы. Обратите внимание, скариотип здорового ребенка – 44 аутосомы плюс 2 половые хромосомы, а у больного – 44 аутосомы плюс 1 половая хромосома. 0 обозначает отсутствие второй х хромосомы. Данным заболеванием болеют только девочки. Частота встречаемости – один случай на 3000 новорожденных девочек. Больные отличаются низким ростом, недоразвитием первичных и вторичных половых признаков, бесплодием, кожными крыловидными складками на боковых поверхностях шеи. Синдром полисомии по х хромосоме. Это заболевание связано с присутствием в клетках женского организма одной или нескольких лишних х хромосом. Возможные кариотипы больного ребенка – 44 аутосомы плюс 3 х хромосомы. 44 аутосомы плюс 4 х хромосомы. И в редких случаях 44 аутосомы плюс 5 х хромосом. Частота встречаемости – один случай на 700 новорожденных девочек. В большинстве случаев синдром не сопровождается выраженными фенотипическими проявлениями. У некоторых женщин может проявляться небольшая умственная отсталость, иногда отмечается бесплодие. Синдром Клайнфильтера. Характеризуется наличием лишней х хромосомы у мужчин. Кариотип больного ребенка – 44 аутосомы плюс х х х х х. Частота встречаемости – один случай на 500 новорожденных мальчиков. Выражается в недоразвитии наружных половых органов и яичек, бесплодии, высоком росте, женском типе телосложения. Генотип XXY возникает в том случае, если при образовании яйцеклеток в одну из них попадают 2X-хромосомы, и при оплодотворении такая яйцеклетка сливается со сперматозоидом, несущим Y-хромосомы. Около 90% от общего числа наследственных патологий составляют заболевания с наследственной предрасположенностью. Эти заболевания обусловлены как наследственными факторами, так и в значительной степени факторами внешней среды. К ним относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, цирроз печени, язвенная болезнь желудка и другие. Определенное сочетание неблагоприятных факторов может способствовать раннему проявлению болезни с наследственной предрасположенностью. Например, курение может стимулировать развитие бронхиальной астмы, а злоупотребление алкоголем может спровоцировать развитие цирроза печени и язвы желудка. Большое значение имеет профилактика и диагностика наследственных заболеваний. У нас в стране существует сеть учреждений, осуществляющих медико-генетическое консультирование населения. Основная цель такого консультирования является предупреждение о рождении детей с наследственными заболеваниями. Основными показаниями для направления семьи в медико-генетическую консультацию являются Наличие в семье точно установленного наследственного заболевания Возраст матери старше 35 лет Носительство матери гена Х сцепленного рецессивного заболевания Гетерозиготность обоих родителей по одной паре аллелей Супруги являются кровными родственниками Беременность у женщины из зоны с повышенным радиационным фоном Известно, что здоровье на 25% зависит от наследственности и медицины А на 75% от образа жизни, который вы будете вести Поэтому важным средством борьбы с наследственными болезнями является профилактика Будущим родителям необходимо учитывать, что курение, употребление алкоголя и особенно наркотиков Значительно повышает вероятность рождения ребенка с наследственными аномалиями Важными условиями снижения частоты появления наследственных болезней Являются также забота о чистоте окружающей среды Проверка на генетическую безопасность лекарственных и косметических средств Пищевых добавок, препаратов бытовой химии Итак, ребята, подведем итог Сегодня вы узнали, что среди наследственных заболеваний человека Различают генные и хромосомные болезни Генные заболевания, обусловленные генными мутациями Причиной хромосомных болезней являются хромосомные и геномные мутации Особую группу составляют болезни с наследственной предрасположенностью Развитие и протекание которых в большей степени зависит от условий среды и образа жизни человека Для предупреждения о рождении детей с наследственными заболеваниями Существует медико-генетическое консультирование населения Для закрепления изученного материала предлагаю вам прочитать параграф «Наследственные болезни человека» вашего учебного пособия для 11 класса Выполнить тест и ответить на вопросы после параграфа На этом я с вами прощаюсь Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok